Музыка Так вот, пришел ты куда-то туда? Так это классно! И такой, типа, наш сродный, через территорию, через такую территорию ворвался, да, начали туда такая... Ну, как бы такой, куда мне деваться? Я хочу вас познакомить. Сразу начал готовить, сразу начал по ящикам, в общем, хозяин. Мне неловко, на самом деле, потому что как-то я прихожу к тебе домой и так, типа, ну, как-то, ну, все уже. Я вижу, как тебе неловко, прям так неловко, прям вообще. Ну, я мужчина, понимаешь, вообще, мне кажется, что мужчина на кухне – это хозяин, а женщина – это потому, что нужно знать быть на кухне. Поэтому я, наоборот, пришел и забрал твою работу. Ты, может, на кухне нашла банку. Я просто постою просто. Да, ты просто порасхлаждайся. Надеюсь, вы его узнали. Это участник шоу. Победитель, пожалуйста. Победитель, стори, стори, стори. Этот человек, давай еще говорим. Евгений Лопатенко. Браво, 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 хорошо. Так, есть свой канал на YouTube. Ссылочки где-то здесь вот будут. И там есть видео с тобой, да? Да, да. Кстати, оно прикольное, веселое такое вообще. Да, так что можно переходить и смотреть, и что мы там интересного делали. Что еще у меня есть? Давай. Сейчас проверим, как ты готовилась или как встреча со мной. Я вообще никогда не готовилась на самом деле. Хорошо, значит, ты ничего не готовилась. Я импровизатор. Хорошо. Импровизатор. Да. А еще Женя хочет получить звезду... Как правильно? Мишлин? Мышлин. Мужчин. Звезду мужчин. Звезда Мышлин. Правильно? Правильно. Это такая, типа, знаешь, из колеса. Знаешь, машина? Что такое машина, знаешь? Ладно, я шучу. Извини. Есть такие колеса Мишлин. Да. И на самом деле я раньше думал, что Мишлин колеса и Мишлин звезды это разные вещи. Ну, типа, такая, типа, шуточка. Оказалось, чувак, который придумал компанию по производству шин, он и придумал этот гид, который дает звезды лучшим поварам. Что, серьезно? Да, прикинь. Офигенно. Он придумал бизнес, у него он работал и ему стало скучно. Ну, компания производит, типа, колеса Мишлин. А откуда, кстати? Мишлин, я не знаю. Француз? Француз, по-моему. И он начал ездить по Франции и начал есть еду и говорить такие дальше книжечки сдавать, которые было написано это еда вкусная, а это невкусная. Я вам советую сюда поехать, тут поесть. Вот и все. До сих пор это такая маленькая красная книжечка, в которой написано, что если 3 звезды Мишлин, то ты должен строить свое путешествие только ради этого ресторана. Если 2 звезды Мишлин, это обозначает, что если ты в этом регионе находишься, обязательно заедь. Если 1 звезда Мишлин, то если вы находитесь в этой стране, то я вам рекомендую поехать сюда и сюда. И вот после этого он разбил такую компанию, но они не дают звезды Мишлин в тех странах, в которых плохие дороги. То есть ты не получишь? Пока что, но я надеюсь, что у нас все изменится. Я надеюсь, я к этому дойду, лет может быть через 10-15. Но такая фишка, что ты должен на машине ездить, путешествовать и грубо говоря стирать колеса, оба свальт, где хорошие дороги. И таким образом и ешь, и покупаешь новые звезды Мишлин. Офигеть, я даже не знала. Вот такая фишка. Ты мне скажи, вот, Женя хочет открыть свой ресторан. Какой это будет? Это вот ресторан Украинской кухни. Когда я говорю Украинской кухни, все сразу Пузатахататси. 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 Ну на самом деле, а что вот люди думают, что такое Украинская кухня? Давай спросим у своих подписчиков, что для вас Украинская кухня? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я уверен, что первые три это будет борщ, вареники, и вторые три будут борщ, вареники. Грибы. Это украинская кухня? Нет, но у меня почему-то сразу с Карпатами ассоциация. Ну вот так уж. Украина это Карпаты, а Киев не Украина? Тоже. Но там как бы идёт помесь Киеви, а в регионах это все. Ну а вот и всё. Какие-то ещё и всё? Больше ничего не знали? То есть ты бы показал настоящую кухню. Интересно, вот я выпил одного. Да. Я посмотрел, у тебя в холодильнике еда есть, на самом деле. Я уже только открыла, искала там горчицу, я уже всё пробил. Два соколочка, половинка дыньки, варенье не моё, кстати, а по моих конкурентам. Про это мы поговорим потом. Меня сейчас забанят. Я уже на всё посмотрел. Конкурентами и ещё три баночки другого. Но ничего страшного. Значит, ты варенье любишь, значит, я, это моя недоработка, я должен тебе поставить банок 10 варенья. Это я уже всё проверил. Еда у тебя нормальная, нет ничего жареного, майонеза нету, но есть какая-то подозрительная пачка. Я не понял, что это. Очень похоже на майонеза. Короче, провели в инспекцию холодильника, я очень быстро прихожу, я обычно всё замечаю. Класс. Что из-за того будем готовить? Запекать рыбу. Как ты обычно запекаешь рыбу? Я ничего особо с ней не делаю, я солю и перчу, могу какую-то соль. Это был я. Хорошие сны тебе снились? Я иду, чем мне такие хорошие сны снились? Вот так вот. Сейчас мой рецепт очень простой. Я всегда не заморачиваюсь с едой, потому что я считаю, что заморачивать с едой это плохо. Беру вот так вот, поливаем рыбку лимонным соком. Берём соль. Я бы вот эту лучше взяла, дома. Марс, корову, ничего, всё дорогая. Хорошая дорогая соль. Я вам скажу, вот так вот солим. И больше ничего не нужно делать. Ну, прям как я. Я тоже так делаю. Я по твоим? Уже плюсик. Теперь аккуратненько. Духовочка уже разогрета, чуть-чуть, я её разогрел. Так, надо же посудина какая-то интересненькая. Да. А есть у тебя? Добрый. Ничего себе. Смотри. Вот такая вот. Посудинка. Маслице надо? Оливковое лимонное, по-солнечному лучше. У тебя оливковое масло, как у меня дома. Смотри, ты реально хороший кулинар, я так понял. Всё, я тебе молчу. Всё. Отправляем, но очень важно, мы отправляем где-то на 3 минутки, не больше. Это теоретически важно, чтобы было 3 минутки, потому что все мы думаем, что рыбу нужно готовить минуту. Так, что это за рыба для тех, кто не хочет? Это речная форель. Она, ну только есть красная, это вот самая обычная речная форель. Она без костей. Без костей, ну как, там очень мало костей. О, да. В духовочку. Можно, да? Конечно. Как бы мне хочется, я тоже чуть-чуть поучаствую. А вот ты всё будешь делать? Нет, нет, нет. Можно я просто поучаствую? Мне так нравится, когда мужчина на кухне готовит. Ты наслаждаешься. Да. Потом будем делать соус для рыбы. Знаешь, как делается сливочный соус? Нет. Ну я режу мороженое. Мороженое. Как делается мороженое, знаешь? Сливок. Сливок и молока. Судя с того, как бы, если это сливочный соус, то аплично. Понимаешь, да? Обычно нужно покупать сливки, такие наши, они стоят 150 гривен, и они стоят обычно 3 года, потому что ты чуть-чуть подобавляешь, но ты не часто готовишься с сливками. Поэтому я должен много денег не тратить, я тебе покупаю мороженое. Ой, это хорошее, это просто лайфхак. Да, я беру мороженое. Она еще чуточку растопится, дай мне ложечку. Ложечки, я еще у тебя не платил. Аккуратненько так всё сложено, боже. Всё бы у меня так дома было. Смотри, ножичек по ножичку, идеально вообще, один к одному. Это такой, посмотри как, вилочка к вилочке. Ооо, это так мило. Просто камень, и его дави. Да, да? Да, вот так сильно-сильно раздавливаю. Вот так вот, еще вот так прям дави, 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 и вот. Это так? Да, и доставай вот эти вот все зернышки, им нужны зернышки. Вот эти вот, да? Да, побольше. Угу. 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 Попала. А сам, Белли, еду нужно готовить вот таким образом. Угу. Всё уже готово. Можешь есть. Я это не езжу. Угу. 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 Туда можно облизать руки, можно помыть их. Я советую вам руки облизывать. Ну, так как мы снимаем передачи типа блога кулинарного, и все должно быть красиво. Мы не облизываем. Мы не облизываем мои руки. А я всегда облизываю, мне поставят пишут в комментариях, что реально почему ты облизываешь руки. Я думаю, хм. Это же так вкусно. Ну, думаю, а почему нет? И все говорят, ну это же не красиво, не красиво облизывать руки. А можно я покажу? Тянешь. Мороженое и инжир. Ммм. Попробуй. Да. Сейчас. Реально вкусно. Сейчас еще будет так хрустеть. Теперь берем базилик. И вот так вот. Видишь, что, Маша, было все фиолетово. То есть ты не сильно его крошишь? Я вообще... Можешь сказать, почти бросаешь... Я его не крошу, потому что... Ну, понимаешь, должно быть все легко, и так вот не надо. Не принадлежит. Да, тогда будет еда лучше. Главное, чтобы попадало под цвет. Видишь? Фиолетовый цвет. Вообще, как будто штанишки. Я пытаюсь. Может, тебя... Я не надо. Я не говорю. Ну, это я не сказал. Я поняла. Вот так все. Перемешу. Если вам понравятся такие видео, ставьте пальчики вверх и комментируйте. Я буду снимать чаще и эксплуатировать Женю. Да, Женя, вот приходите, готовите разные простые блюды. Знаешь, в каком видео? Женя готовит ненапряжную... Ненапряжную еду. Но на самом деле... Аня пьет кофе. Жень, скоро там? Жень, а когда будет? Я голодный. Ты понимала, была такая реклама? Антонио Факальдо. Вообще шикарно, да. Да. А там Антонио на кухне работает. Антонио Факальдо. Поначалу, типа, так спокойно, а потом уже я буду должен. Знаешь? Я не поняла, где еда. Знаешь, как обычно бывает? Когда девушка сначала... Не выкает. Когда девушка сначала такие милые, а потом такие... Так, чувак, ты уже должен. А вчера же было все по-другому. Это было вчера. Это было вчера. Да. Теперь... Потом. Помидорки черри. Мы берем помидорки черри. Лиза? Это для салата, для украшения, для... Как правильно... На твоем канале, когда ты делала видео, там мы делали презентацию. Да. И я ее очень-очень запомнила. Вот. Как я понимаю, это презентация? Ну, мы делаем, чтобы было красивенько. Это презентация. Да. Назваем это презентацией. Вот так все выкладываем. Берем чуточку оливкового масла. То есть, берем листья салата, помидорки. Ну, чтобы было сытнее, знаешь? А где у тебя оливковое масло? Вот тут. Это я шучу, это я балую. Знаешь? Делаю вид, как будто я в гостях. А на самом-то деле. Мы живем уже 5 лет вместе. Может перчика? Хочешь перчика? Да. Давай. Если ты такая девушка с перчиком, добавляй перчик. Вот так, да? Да. Вау! Я запомнила. Очень легко и просто. Обычно мы ее готовим 20 минут, знаешь. А ей нужно минут 5-7-4, примерно. Ну, зависит от температуры духовки. И она будет уже готова. Давай подождем еще 2 минутки. А почему некоторые готовят 20, а некоторые 5? Ну, потому что все думают, что можно готовить 20. И как раз я показываю всегда, что рыбу обычно этим убивают, ее пересушивают. Надо, чтобы она было мясо такое, было очень нежно. Расскажи, где ты был последний раз. И, кстати, ты одел мою любимую футболку. Да? Спасибо большое. Я знал, что она твоя любимая. Подготовлена. Ну, на самом деле, я последний раз был в Франции. Я ездил на побережье Бордо. И там возле Бордо есть океанчик. И в океанчике есть фермочки, где делают устричи. Ну, как делают? Их собирали. Как, типа, такой приливий отливий. Я был в ресторане, там сидишь, как ресторан. Заброшенный, как гаражный, знаешь, гаражный кооператив. Я сейчас расскажу вам, что такое Франция. Я только расскажу вам. На самом деле. Да, на самом деле. Я могу говорить так. Я был на арканическом побережье в Аркашоне, в регионе Бордо, в заповеднике, в котором разводят устричь. Точнее, устричная ферма. Я пил местное вино из одного из шале, из одного из шато. Оно такое было кисленькое. Оно дополняло вкус устриц. Это были не Желардо, это были также местные устрицы. Размер двоечка. И наслаждался. Звучит, правда? А теперь, слушай. На самом деле. На самом деле. Приезжаем в Бордо. Там пахнет, как на Азовском море. Знаешь, вот такой вот неприятный аромат. Там был отлив. То есть, грубо говоря, вот так вот метров сто не было водички. Я начал искать какие-то устрицы. Что такое ферма? Стоит 10 таких больших, больших таких просто, ну, как ванная у тебя дома. Есть ванная? Вот такая вот большая ванная. И там устрицы живут. Что? Ну, как бы и вон океан. Ты садишься просто за какой-то грязный столик. И берешь эти вот устрицы и просто ешь. Они такие, ну, устрицы как устрицы. Обычные. У нас в Киеве даже я ел пару раз получше. Вино. Ну, неплохое вино. Ну, знаешь, сухарь. Сухарь с сухарем. И такое место, оно похоже на гаражный кооператив. Но одно ощущение. Это во Франции. Это во Франции, да. И ты сидишь так, ножки опустел, смотришь, думаешь, что там так, думаешь, как-то мокренько, но ногам. А оказалось, что прилив, и уже, типа, у тебя вот так вот воды. И ты сидишь в воде, ешь эти устрицы. Конечно, это романтично. Но я скажу, что оно звучит поромантичнее, чем... На самом деле, просто прикольненько. Такой запах, такие устрицы. Такой сухарь, вино. Ну, обычно так люди не рассказывают. Все люди говорят, и я говорю, да... Ну, типа, нет. Просто было обычно. Ну, ты поехал туда, с какой целью? Я всегда езжу искать еду. Я ищу лучшую еду. Я нашел такую какую-то травушку, этот раз называется. Она акмела. Акмела – это такое растение, похоже на ромашечку. Но ты срываешься с точки. Это мне один продавец, там, втюхал. Я думал, видишь, это не наркотики. Берешь так, кусаешься, и у тебя человек не имеет язык. Не имеет язык. И такой, после вкусия, такой с насыщенной мятой, но не мятой. Знаешь, когда много мяты, ты кажешь, что мажешь сильную. И так прям минут 10 у тебя не имеет язык. И я подумал, у нас Украина тоже растет. И можно не нарезать, добавлять салат. Ты будешь есть обычный салат, у нас такой не очень сильной мятой. Ну, короче, я находил много продуктов, которые в Украине нет. Точнее, есть, но мы на них вообще не используем. Там есть вот такие маленькие киви, они называют. У нас тоже они растут. Называются, а это забыл как. Короче, много таких вещей и, ну, круто. Там был инжир. Поэтому мы сегодня готовим со мной инжир, потому что там было дерево, где я жил, и я этот инжир срывал, каждое утро ел. И сегодня это наконец хотелось приготовить. Ой, класс. Вдохновлен Францией. Да. И на самом деле соус мы делаем обычно с горчицей, с зерновой горчицей. А ее тянет, поэтому это мы сделаем с инжиром. Что? Я покажу. Она очень нежная, видишь? Ой, да, она уже сына. Она готовая. Видишь, она побелела? Угу. Обозначает, что она готовая. Нет. И очень мало времени, мы ее не испортили, мы ее не убили. Мы ее оставили такой, как она есть. Теперь лопатка. И причем знает где, что лежит. Я у тебя не надо отжимаю. Как красиво. Сейчас. Еще чуть-чуть будет. То есть с соусом тоже главное не переборщить, да? Конечно, его не нужно много. Потом, если захочешь, мы его добавим. Чуть-чуть еще. Помидорочка. Помидорка. И для красоты. Ой. Поцеловала Нижер. Нижер. А вы целуете, а Нижер? А почему ты целуешь еду? Еду? Нет. Ну, как бы до этого не целовалась. Сейчас задумалась. Давай, давай. Целуй. Ну, я тогда укушу. Нет. Просто поцелуй. Я не целовала никогда Нижер. Ну, давай. Давай, давай, давай. Ну, поцелуй. Попробуй, попробуй. Давай. Сразу так сложно? Поцеловать ей. Ладно, давай. Так? Ну, вот, видишь, все. Все просто. Просто ты так передаешь ему свою любовь. И блюдо будет вкуснее. Поцеловала, а теперь есть. Я как замка богомола. Поцеловала, а теперь надо съесть. Давай, когда мы прощаем, а не зубы у меня, хорошо? Где пропала Евгения Клопотенко? Съела за ворошка. Что такое дело? Смотри. Очень быстро и очень просто. И красиво. Это, опять же, ресторанная такая подача. И вы видели, да? Ну, это готовится элементарно и реально очень быстро. М-м-м. 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 Это вкусненько. Давай. М-м. Оно реально вкусное. И, конечно, сочное. И не нужно готовить все кучу времени. Понятно? С соусом, да. Все. С соусом я. М-м-м. С соусом это, вообще, я только держусь. Девочки, пишите в комментарии, кто приготовит, и вот ваши ощущения. Слушай, м-м-м. С соусом вообще бомба. Он чуть-чуть сладенький. Ну, подковатый, да. И сочетание с рыбой вообще бомба. Кисло-сладкий соус получился. Вот такие вот рецептики я готовлю. И я всегда хочу, чтобы люди готовили такие рецепты. Поэтому, если кому-то понравилось, можете переходить на мою страничку, смотреть, что я там готовлю. И вся еда примерно вот такая. Ну, не такая сумасшедшая. Не все, конечно, с мороженого рыбы, знаешь. Но все очень просто. Элит. Ну, я уже подсела на Жене на видео. И своих детей я кормлю теперь правильной, здоровой, красивой и вкусной. И, главное, вкусной едой. Ну, я оставила это напоследок. И вкусной едой. А теперь ты еще будешь целоваться с продуктами. Кстати, да. Подписывайтесь на наш канал. А кто не подписан, на Жене обязательно. Вы не пожалеете. И до новых видео. Пока-пока.